Весной здесь пахнет давно в ухоженных дворах на Донской цветущие деревья. Сегодня этот микрорайон, который всегда считался промышленным и не самым комфортным для проживания, стал вполне приятной частью курорта. Он стал прекрасным, он стал красивым, он стал свежим, глаз радуется. Сделаны переходы, сделаны тротуары, сделаны ливневки, озеленение, переходы. Очень долго можно перечислять все плюсы, которые в нашем микрорайоне произошли за последние вот эти годы. Надо просто поддерживать, чтобы жители микрорайона поддерживали красоту, чистоту. Не мувсорить самое простое, что можно сделать для сохранения чистоты в микрорайоне. Это зависит от каждого человека. А вот навести порядок на конечной остановке автобусов – дело транспортников. Один из рычагов – четкое выполнение графика движения. Места для разворота после ремонта площади предостаточно. Благоустроили дорогу и тротуар. За порядок отвечают в том числе и предприниматели окрестных магазинов и кафе. На этом месте, это перекресток Донской-Виноградной, особенно заметны перемены, которые произошли в городе за последние годы. Новая развязка, дороги, защита от шума. И как раз здесь, в районе Новой Зари, начинается дорога в другой микрорайон, который за те же самые последние годы вырос в несколько раз. Улица Тимирязева ведет фактически в новую жилую зону курорта. За качество дороги ответят владельцы промышленных баз и раствора бетонных узлов. Их тяжелые машины разрушают полотно. Свои недоделки исправят и энергетики. Они должны заделать разрытия, которые образовались при проведении новых коммуникаций. Потребность в них в этом густонаселенном микрорайоне была очень велика. В среду я проведу совещание с участием руководителей этих всех баз, руководителей предприятий транспорта, который обслуживает этот микрорайон. За счет программ федеральных, краевых нам действительно очень серьезно удалось подтянуть город именно в гостевой части. Он стал красив, но мы тем не менее понимаем, что останавливаться на достигнутом нельзя. Дороги должны быть приведены в порядок до 20 апреля. До этого времени администрация будет контролировать процесс ежедневно. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.